всем привет сегодня мы приготовим с вами печенье по рецепту австралийского повара-кондитера дэвида гербера печенье имеет сверху трещинки и его подхватили по всему миру она стала очень популярна и сейчас его можно встретить под названиями брауни мраморное печенье треснувшее печенье растрескавшиеся печенье заснеженные вершины в общем вариантов масса но суть одна шоколадное печенье покрывается глазурью из сахарной пудры приобретает хрустящую корочку а выпекаясь растрескивается приобретая при этом очень интересный вид но самое главное что на примере этого печенья я хочу с вами провести некий эксперимент а именно в рецепте у меня заявлен шоколад и часто задаются люди вопросом а можно ли шоколад заменить на какао-порошок сегодня мы как раз с вами разберем этот вопрос можно ли это делать как произвести расчеты каким образом вводить продукты то есть очередность введения разных продуктов и в конце мы с вами увидим результат продегустируем его и сделаем выводы ну а сейчас за старания не скупимся на лайк проверяем подписку и погнали и для приготовления первой рецептуры содержащий шоколад нам понадобится мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта просеянная 120 грамм сахара 60 грамм одно яйцо по граммульки соли и ванилина буквально на кончике ножа разрыхлителя понадобится 5 грамм сливочного масла 50 грамм и шоколада 100 грамм у меня шоколад 55 процентов горький сахарной пудры 50 100 грамм понадобится нам чтобы обвалять печенье для второй рецептуры мы берем практически те же самые продукты единственное вот эти 100 грамм 55 процентного темного шоколада нам нужно разложить на три части а именно какао-порошок сахар и конечно же масло шоколад содержит довольно много масла и это тоже важно учитывать конечно же для сладости добавляется и сахар к шоколаду это тоже мы учтем смотрите у нас шоколад 55 процентов и мы уже понимаем что какао-порошка мы возьмем 55 грамм оставшиеся 45 грамм нам нужно разделить на сахар и масло так как какао-порошок имеет жирность примерно 10 процентов то масло мы берем чуть меньше таким образом 45 грамм мы делим на 20 грамм масла и на 25 грамм сахара то есть вместо 100 грамм 50 процентного 55 процентного темного шоколада мы берем 55 грамм какао-порошка 20 грамм сливочного масла в принципе можете взять и растительного 20 грамм и 25 грамм сахара вот и все такой простой расчет конечно же есть расчеты более точные более сложные но для домашнего применения советую рекомендую вам настоятельно использовать именно такой простой способ вычисления произведя расчеты и совершив замену нам для второй рецептуры понадобится для второй рецептуры мы берем все абсолютно то же самое единственное что у нас шоколад заменяется на 55 грамм какао-порошка сахара добавляется плюс 25 грамм и количество масла увеличивается на 20 грамм все рецептура абсолютно та же самая в описании я укажу точное количество всех ингредиентов небольшое уточнение о какао-порошке очень многие путают какао напиток типа нэсквик и какао-порошок многие считают что это одно и то же абсолютно нет какао напиток в составе имеет и сухое молоко и разные эмульгаторы также содержит уже в себе сахар какао порошок это чистый перетертый жмых какао бобов поэтому не путайте эти два продукта и конечно же я рекомендую использовать для выпечки алкализованный какао его можно приобрести в любом магазине для кондитеров и пекарей для начала приготовим тесто с шоколадом для этого нам нужно в муку добавить разрыхлитель перемешать в отдельной миске нам нужно взбить яйцо с сахаром с солью и ванилью затем добавить туда растопленный шоколад и сливочное масло можете их объединить вместе и затем уже вводить в яичную смесь но в конце останется только добавить муку которую мы смешали с разрыхлителем и вымесить тесто шоколад можно растопить либо в микроволновке либо на водяной бане если будете использовать микроволновку то за несколько приемов буквально 10 максимум 20 секунд каждый раз вынимаете шоколад и перемешиваете затем можете смешать его сразу же с маслом и потом уже вводить в яичную смесь субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такое живое тесто у нас получилось Все потому, что масло и шоколад были прям сильно теплыми Поэтому отправляем тесто в холодильник И оно застынет и будет самым обычным песочным шоколадным тестом Точно так же готовим второй вид теста С разницей лишь в том, что у нас не используется шоколад Следовательно, нам ничего растапливать не нужно Муку с какао и разрыхлителем мы смешиваем отдельно В остальном заводим тесто точно так же Нам нужно будет яйцо взбить с сахаром, с солью и ванилью Затем добавить туда сливочное масло и в конце мучную смесь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Оба вида теста отправляем в холодильник примерно на полчаса Затем каждый кусочек нам нужно разделить на небольшие кусочки весом 20-25 грамм Затем нужно скатать из них шарики И обваляв сахарной пудрой, укладываем на противень Выстеленный либо специальным ковриком для выпечки, либо пергаментной бумагой Печенье укладываем обязательно на приличном расстоянии друг от друга Потому что оно расплывется и растрескается Отправляем противень с первой партии печенья из теста, в котором содержится шоколад В духовку, разогретую до 180-200 градусов духовку на 10, максимум 15 минут Время выпечки будет зависеть от размера печенья и от особенностей вашей духовки А пока первая партия печенья выпекается, точно так же подготовим второй противень печенья из второго вида теста После того, как печенье вынули из духовки, оставьте его остывать прямо на противне Пусть постоит 5-10 минут И только после этого можете снимать его и остужать окончательно уже на решетке Все печенье мы испекли Каждого вида получилось по 16 штук Общий вес каждого вида печенья 350 грамм уже в готовом виде Посмотрим на внутренний мир печенья Хрустящая корочка и нежное оно остается внутри Вид, вот именно это печенье, которое с шоколадом Даже по виду видно, что оно гораздо бледнее Но если вы будете использовать не алкализованный какао, то цвет будет примерно такой же Второй вид печенья с какао Он прям темный, как трюфель Выглядит очень интересно При этом внутри он тоже мягкое получается печенье И очень хрупкое, рассыпчатое Пробуем первый вид Для начала нам нужно сделать глоток горячего чая, чтобы обновить рецепторы Печенье с шоколадным вкусом Ваниль практически не ощущается Сверху хрустящая сахарная корочка В меру сахара Очень вкусное, мягкое, рассыпчатое, буквально тающее во рту печенье Теперь попробуем второй вид Также споласкиваем рецепторы чая Второй вид печенья Имеет более терпкий вкус Если там в первом виде печенья вкус мягкий, шоколадный То здесь более терпкий вкус Ну, опять же, потому что у меня какао алкализованный У него более насыщенный вкус По текстуре он похож на конфеты трюфель Корочка тоже сахарная, хрустящая Каждый вид печенья получился Каждый получился со своей изюминкой Оба варианта просто шикарные Вот так же попробуйте сделать два разных вида Потому что у меня в семье 4 человека И вкусы разделились 50 на 50 Двоим нравится больше с шоколадом А вторым больше нравятся именно вот такие с какао Так что решайте, какой вкус вам ближе Заменить можно шоколад на какао Но важно учитывать, что цвет и текстура могут поменяться Вот такое в итоге шоколадное потрескавшееся печенье Мы с вами получили Первый вариант имеет более приятный, мягкий шоколадный вкус Корочка на нем более ярко выраженная И само печенье получается нежным, воздушным Второй вид печенья у нас получается Мы заменили шоколад на какао-порошок Он отличается и по внешнему виду, и по текстуре, и по вкусу, и даже по цвету Из чего мы делаем вывод, что шоколад на какао заменить можно Ведь оба печенья у нас в итоге получились шоколадными Но важно понимать, что какао-порошок это не что иное, как сушеный жмых, перетертый в порошок Из которого уже выжали все самое вкусное, самый концентрированный вкус И он ушел на шоколад и какао-масло Поэтому, естественно, изделия с какао-порошком всегда будут не такими нежными Не такими богатыми по вкусу, как изделия с шоколадом Решать, конечно, вам, но я не рекомендую заменять все-таки в рецепте шоколад на какао На этом мы прощаемся Надеюсь, что вам понравился ролик Надеюсь, что вы приготовите это печенье И сделаете выводы сами Которыми, конечно, поделитесь со мной в комментариях До новых вкусных встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok